Привет! Сегодня хочу поговорить о том, что такое рынок. Из чего он состоит? Основываясь на своём личном опыте и наблюдениях, всех потребителям можно разделить на следующие группы. Мальчики, девочки, мужчины, женщины, спортсмены, беременные, старики. Для того, чтобы быть успешным, необходимо чётко понимать, что интересно каждому из сегментов. Очень часто люди в пожеланиях говорят о том, что самое главное – здоровье, остальное приложится. Это самое естественное желание. Ведь если человек болен, ему не дело до материальных благ или каких-то развлечений. Представим ситуацию. Человек лежит в реанимации под капельницами, и ему говорят «поздравляю, ты выиграл миллион». Как вы думаете, он обрадуется внезапному богатству? Вряд ли. В этот момент ему совсем не до денег, ему главное – выжить. У любого человека здоровье всегда на первом месте, его базовая потребность. Следующий сегмент – продукты. Вы можете не согласиться, сказав, что продукты равно здоровью. Но это не так. Если человек не здоров, то он не может употреблять абсолютно все продукты. Далее следуют такие сегменты, как напитки, алкоголь, бытовые товары, одежда, жильё, отдых, услуги, развлечения, транспорт. Вернемся к группам людей, о которых мы говорили выше. Единственные категории, в которые нуждаются все – здоровье и продукты. В последующих какой-то сегмент рынка теряется. К примеру, напитки не нужны детям или беременным женщинам. Сейчас мы не говорим о простой питьевой воде, а о напитках, которые употребляются больше для удовольствия. Категория «алкоголь» вовсе противопоказана беременным женщинам, спортсменам и детям. Бытовые товары в основном приобретаются женщинами и лишь небольшая часть сегмента мужчин, у которых нет семьи. Вы уже заметили, что чем ниже сегмент, тем меньший поток потенциальных потребителей может быть охвачен. Одежда и вовсе разделяется на категории – детская, мужская, спортивная, для беременных и т.д. Жильё уже роскошь. Недвижимость приобретается в большей степени семьями, мужчинами и женщинами средних лет, группа спортсменов также может быть заинтересована в этом направлении. Но старики и дети уже отсеиваются. Отдых, услуги, например, парикмахерские, а также развлечения и транспорт, необходимы всем. Но это не первая жизненная необходимость. Об этих категориях человек начинает задумываться лишь в том случае, когда все остальные потребности удовлетворены. Так вот, чтобы иметь максимальный поток, чтобы построить успешный и нужный бизнес, я выбрал область здоровья. Именно здоровье – сфера интересов абсолютно каждого из нас. Именно здоровье всегда на первом месте. В дальнейших роликах я расскажу, в чем особенность и уникальность моего предложения. А пока буду рад ответить на интересующие вопросы.